и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры спасибо огромное всем за поддержку вы на канале турецкие баки продолжаем разбирать анонимные истории поступившие на мою почту я зачитаю в общем то вопрос анонимный и мы его разберем и так очень большой вопрос будет много букв мне кажется вопрос с заявкой на положительное разрешение очень много личных данных я их видоизменяю где-то что-то не зачитываю и мы все вместе разберем этот вопрос добрый день ольга пришел вам с просьбой посоветовать как вести меня в моей ситуации мне 25 лет я живу четыре года в москве но сама из другого города россии училась на переводчика работаю в гостинице в середине сентября этого года к нам приехал турок он меня старше на пять лет он у нас уже был этим летом летом мы не общались а после от съезда их группы я начала скучать по нему и вы пишете не по этому человеку а по турецкому вайбу я начал учить турецкий заниматься с преподавателем мне это очень сильно нравится и вот когда этот турок приехал осенью я просто безумно рада была видеть живого носителя языка поэтому вывалила на него все свои знания полученные за месяц обучения он был рад поговорить и похвалил меня ой турки так всегда рады если вы на родном языке с ними разговариваете даже жутким акцентом например даже путая аффиксы там спряжение глаголов я не знаю ну все что путаете они искренне пытаются понять хвалят и да да вы так классно разговариваете на турецком то есть это не как наши вот например в россии ой там иди русские учи не такого не бывает в турции они так всегда искренне радуются этому и даже вот на иногда с мужем разговариваю они так подходят смотрят на меня и спрашивают а откуда я видно что типа иностранка а откуда вы так и турецкий знаете ну в общем турецкий учить очень благодарное дело потому что всегда сыпятся комплименты на вас что вы так офигенно его знаете даже если вы его не знаете например ну так вот дальше он был очень рад поговорить и похвалил меня в следующий раз он подошел снова поболтали он отошел затем вернулся и спросил когда я свободна видно было что он волнуется вообще он достаточно застенчивый мы назначили встречу за ней последователи удивительные две недели мы гуляли ходили в кафе очень много говорили он умница и хорошо знает русский язык а я стеснялась говорить по турецки но иногда пыталась было так здорово гуляли и говорили по 5-6 часов время вообще не замечали все было очень прилично он сразу сказал что настроен на серьезные отношения кстати везде платил он мне было очень неловко но по-другому он не разрешал и это правильно и мужчины в именно такие особенно вот возраст который вы назвали обычно в этом возрасте кстати говоря турки если встречаются с более молодой девушкой они настроены на серьезные отношения поэтому вы говорите все было очень прилично он знает что если он настроен на серьезный он своего в конечном итоге добьется ну как муж например и следующее что я хотела сказать никаких пополам никаких девушка за себя платит если он настоящий мужчина он платит за себя и не разрешал он себя показал как настоящий мужчина я не люблю дорогие рестораны и была не против делить счет пополам но молодой человек был категоричен он же мужчина даже больше добавлю он конкретный турецкий мужчина именно так настоящие серьезные турки себя ведут честно говоря это приятно еще меня поразило рассказал о семье о доме о городе где живет он живет на южном побережье большом в общем-то туристическом городе турции не скажу каком он работает на хорошей работе скажем так но и поэтому он себя может позволить и в россии там быть и платить за девушку понравившуюся и так далее в россию вообще-то дорог достаточно дорого и съездить но я так понимаю он по работе ездил и еще чем он действительно крут если он в свои вот эти вот ночи не очень-то он сказать старый он очень молодой человек он знает как прилично русские в турции это стало очень сильно котироваться то есть налаживают отношения с россией компании общие открывают и если вот турок знает русские ну английский само собой разумеющиеся то в больших компаниях это очень сильно ценится то есть я бы сказал он еще и перспективу сразу сказал чтобы я не переживала в городе много русскоговорящих есть русская школа для детей так ну он что-то прям совсем загнул про русскую школу вдобавок вы еще очень молодые вам если вы уж поженитесь лучше все-таки в турецкую отдавать а насчет то что в городе много русскоговорящих да город стал последнее время популярен все туда что-то едут то есть он имел ввиду я не буду полностью в отрыве от своей культуры это точно он не врал также сказал что был бы не против если бы я приняла его веру но решение за мной ну так как сказать как бы хотелось но он молодец он знает что принуждать нельзя так вы сказали что родственники живут вообще в другом городе турции и я бы сказала достаточно далеко оттуда ехать так что проблем с этим не будут вы пишете сразу вспомнила рассказы о турецких свекровях и обрадовалась да лучше с родственниками на расстоянии жить вы сразу такие хорошие будете особенно когда приезжать будете так вот он примерно через месяц вы пишете уехал сначала каждый день мы общаемся по видео подолгу переписываемся он рассказал и обо мне и показал мои фото маме папе друзьям тетям дядям бабушкам дедушкам то есть много родственников но он типичный такой вот турок с большим количеством родственников с учетом что он показал даже дедушкам бабушкам это хороший знак то есть потом же эти же дедушки бабушки будут спрашивать а где твоя девушка а почему ты не женишься то есть он позволил своим родственникам это увидеть потому что родственники давят а вот его возраст как раз ну то есть по статистике примерно в этом возрасте обычно турецкие мужчины первый раз женятся то есть это хорошая заявка но вы пишете мне бы самой хотелось бы большую семью так как своя семья была не очень дружной я не знаю что такое иметь такой тыл все его горячо поддерживают они были готовы что он найдет девушку в россии так как он учился здесь и долго жил а вот откуда он русский хорошо теперь каждый день его родственники спрашивают когда я приеду когда познакомлюсь с ним когда будем жениться но это нормальные все вопросы он сам уже в любви признался трамвай пообещал но это то есть это моя фраза любимая люблю трамвай куплю но здесь знаете как как минимум половина трамвая точно достанется то есть большей части обещаний я бы здесь сама поверила я ему сказала что он мне очень дорог и мне очень повезло что мы с ним познакомились но слова любви для меня значит много поэтому скажу когда буду готова но вы сильно не затягивайте потому что он не врет вам по этому поводу с этим проблем нет хотя я вижу что ждет он более красноречив чем я нормальная ситуация он влюбился у него все в общем-то по накатанной уже родственники знают и так далее он меня очень ждет я смогу прилететь только в конце января и вот каждый день мы обсуждаем что ждать три месяца не просто готов принять хоть сейчас мне нужно только доработать до конца года кстати у меня не очень хорошая зарплата но просить помощи с билетом прямо очень неудобно хотя сам предлагал как побороть это неудобство ну как он просто тупо побороть это себе потому что побороть это надо будет и много что надо будет в себе побороть то есть там уже все бабушки и дедушки знают если вам прям сильно сложно подобрать это неудобство сделайте напополам для начала а потом уже в общем то когда уже увидите вы что он готов платить за все уже он будет я так думаю ваш будущий муж так что он готов вкладываться чем больше он вас вложится тем больше серьезнее он к вам относится то есть просить о билетах не страшно не нужно умалчивать не нужно полу намеками я вам скажу одну вещь простую мужчины по всему миру не отличаются что наши с постсоветского пространства не только с россии вообще с постсоветского пространства что турецкие несмотря на то что турки любят там интриги там любовные игры всякое такое прочее все мужчины просты как сибирские валенки никаких полу намеков никаких намеков что вы что-то мне надо что-то мне платежка там понравилось что мне нужны деньги на билеты все прямым текстом надо говорить мужчинам чем примере тем он точно знает что женщина от него хочет они не угадывают вот эти наших сказала да имела ввиду нет намекнула что у меня маленькая зарплата на самом деле билеты нужны не угадывают так что свыкнетесь с этой мыслью какой бы мужчина не был русский турецкий украинский надо бы все-таки прямым текстом им об этом говорить на видео он показал квартиру сказал что там почти ничего нет из мебели так как я должна приехать и выбрать а техника говорите у него есть извинился что выбрал сам не знал что познакомиться со мной а жить нужно то есть он и не планировал он планировал вот свою квартиру обставлять все такое прочее но с надеждой на будущее и тут вот он был готов открыт к любви и вы ему встретились и полюбили но в общем мне так все нравится знаете непременно напишите как вы поженитесь так для меня это вроде не важно но он все все хочет показать скоро будет покупать машину и сдавать на права сказал что мне тоже что в городе можно найти русскоговорящих инструкторов можно у вас городе все можно там найти путь до русских продуктов питания по моему даже там какие-то производства есть то есть вы вообще ничем не будете обделены в этом городе январе родственники его вас ждут но в другой город турции я сама вы тоже хочу познакомиться со всеми особенно с мамой сказать ей спасибо за такого доброго и умного сына кстати он с мамой каждый день говорит по телефону она даже присылает иногда ему еду вот это интересно короче из одного города в другой прислать еду его мама очень переживает что вдруг я приеду и турции его город мне не понравятся и я не останусь с ним он говорит что об этом думать и не хочет да понравится вам все с любимым то человеком и я не хочу говорить об этом думать дело ведь не в городе а в человеке которому я поеду еще мой чудесный говорит чтобы я о работе не переживала его зарплаты хватит на двоих его мама не работает я так поняла у них это небольшая проблема если женщина занимается домом но здесь я бы вам посоветовала выяснить это дело да вообще он в принципе говорит не нужно работать или говорит запрещаю потому что дальше вы что пишете работать я хочу хотя я понимаю что прямо сразу не найду работу то есть вы хотите и я думаю раз он научился в россии я не думаю что это будет проблема еще он как-то в разговоре сказал что я его первая же девушка со времен лицея мне стало очень волнительно он очень хороший добрый порядочный еще у нас много общего ну по интересам я так скажу не буду говорить каких именно и он спрашивает у вас о тонкостях русского языка я мечтаю как перестану стесняться и буду говорить с ним на турецком придется в среде окажетесь то есть магазин сходить куда-то сходить всегда используйте турецкий турки молодцы они никогда вас не попрекнут так есть проблема вот самое главное что во всем что есть моя мама меня не очень понимает и не поддерживает говорит что общаться можно но в другую страну отпускать не хочет меня всегда очень опекали то есть я так понимаю у вас было воспитание по типу гиперопеки а я очень хочу жить так как хочу мама хочет чтобы я обустраивалась здесь у вас в городе ольга он мне очень нравится не позволяю себе терять голову но мне так хорошо и спокойно с ним еще я чувствую себя с ним рядом защищенно и уверенно очень сильно скучаю по его глазам улыбки есть вопросы которые возможно со стороны ответить легче первое так бывает извините я просто не привыкла к этому да бывает и вы не первая не последняя кого я вижу вот таких вот девушек и молоденьких 25 которые вот ну 24 23 25 которые вот так вот встречает своего мужчину турецкого которого тоже все чисто он открытый к любви он вот с хорошей работой и вот он хочет красивую хорошую девушку которая его понимает с менталитетом отличающимся от турецкого потому что например этот человек вот как ваш учился там в россии или в европе то есть они вот как того так вот более склонны к иностранкам и обычно все получается но я пока что пар не знаю которые бы вот так вот у них было и развелись то есть обычно все получается вот это мое личное наблюдение дальше очень переживаю поначалу не смогу соответствовать уровню его мамы вы пишете с большой буквы я не очень хорошо готовлю например но хочу научиться и радовать его ему об этом сказал он сказал чтобы я не переживала но насчет мамы делать это все очень просто когда вы едете к нему туда во первых вы становитесь хвостиком для мамы когда она идет на кухню то есть она готовит вы даже стоите вот так как студентка знаете и смотрите ей будет дико приятно поверьте мне было будет очень приятно на вам все покажет очень много на ютюбе в моем канале очень много простых рецептов турецких я например вообще самые простые рецепты показывают повседневные то есть не какие-то там купить там как хвост единорога и коготь там драконы это все запечь не все все что готовится в турции смотрите по каналам девочек кто как готовит а потом когда вот приготовите например есть ваш мужчина о там моя мама там чесночок добавляет все вы себе просекли в следующий раз вы добавляете чесночок вот так вот а он например есть блюдо вот ты как готовишь именно как моя мама но знаешь мне не нравится как мама например добавляет там петрушку я люблю это дело без петрушки и раз вы стали готовить на один пункт лучше чем его мама то есть не добавляет а например петрушку но я так утрированно говорю это можно научиться поверьте мне дальше третье это все слишком быстро я просто не из тех кто долго разрешает довериться человеку у меня немного друзей но они такие что навсегда а тут я будто сама себе противоречиваю через месяц знакомства думаю как нам повезло познакомиться и я поеду знакомиться с его родителями нет с турецкой стороны вот такое вот это все нормально у меня тоже я вам скажу не сильно много близких друзей у меня много приятелей но вот именно близких друзей которые знают обо мне все 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 очень мало и это нормально и еще это хорошо то что у вас не слишком большой круг общения по сути вы его не теряете если вы туда переедете но с другой стороны я думаю что в этом роль сыграла гиперопека со стороны вашей мамы или родителей я не совсем понимаю так и четвертое чего вы тут пишите он уже намечтал всего говорит часто что для него главное это мое счастье чтобы я не грустила всегда радовалась а он сам готов жить с живой девушкой я ведь не подарок он говорит что готов если он говорит что готов он готов потому что ну как сказать в определенном возрасте вот у него как раз по статистике тот самый возраст когда он готов в общем-то терпеть где-то капризы туда сюда но вам тоже надо будет на уступки идти семья брак это большая работа ежедневная то есть где-то вы его там шугаете не раскидывать носки по квартире где-то он там здесь нужно будет сразу расставить точки на две насчет помощи по дому например то есть живой девушки то он готов например жить а чтобы девушка живая его обслуживала например как мама мама у него я так поняла никогда не работала и всех их обслуживала а отец его например и теперь он переменял это например зарабатывает деньги приходят с работы все по покидали принеси мне стакан воды принеси мне пульт от телевизора и все все такое прочее короче говоря так что это большой вопрос и нужно обсудить это дело до брака так насчет насчет того что обсудить до брака давайте я вам ссылочку оставляю так дальше что извините наверное слишком много ненужных подробностей я не позволяю себе совсем улететь в небо понимаю что головой нужно думать большое спасибо всего вам доброго и светлого так но вы вроде ничего не упустили в подробности вы написали молодец насчет того что что обсудить с любимым до брака я ссылочку оставила насчет свадебных традиций тоже здесь ссылочку оставляю то есть на все 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 я думаю у вас будет все и все это он оплатит последний момент который меня вам наверное больше всего волнует это ваша мама не станет ли она в позу но вам уже вообще-то 25 и дальше вы сейчас самом расцвете сил самое самое то для здоровой женщины например родить ребенку но чисто с физиологической стороны понимаете а вы встретили хорошего любимого человека обустраивать свою семью потому что дальше что будет уже будет дальше 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 туда сюда 30 жизнь-то свою тоже надо обустраивать вы очень хотите жить как вы хотите живите совершайте свои ошибки но пожалуйста маленькие тоже не теряйте голову вы понимаете что турок это тоже живой мужчина не списывайте все на особенности менталитета кстати насчет особенности менталитета тоже ссылочку оставляю посмотреть внимательно если вы еще не смотрели то есть углами притираться с его родственниками тоже аккуратно не прямо так вот всех принимать свои объятия сначала аккуратно там уже посмотрите кто вам действительно очень хорошо относится тем душу открывать ну это не до конца потому что разные ситуации бывают со своим любимым человеком строите свое счастье я надеюсь вы мне черканете когда вы ребята поженитесь что-то вами еще дополнение писали молодой человек очень переживает что мама не поддерживает нас и что он с ней не сможет познакомиться всегда спрашивает у меня как она и спрашивала ли она что-нибудь о нем сказал если в будущем понадобится ее помощь она сможет жить с нами он хороший он действительно хороший нормальный турецкий мужчина у меня муж также когда-то спрашивал насчет моих родителей но у меня так вот относительно сначала не приняли потом приняли вашей маме придется наверное все-таки принять его даже фыркать тоже туда-сюда но мне кажется если она не совсем категорично настроена если где-то маленькая лазейка осталась открыта то ваш турок непременно этого найдет если он приедет с подарками зайдет к ней руку поцелует вашей маме то наши 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 женщины мамы но они не привыкшие к этому они обычно офигеваются неожиданно начинает ее мама звать даже еще до свадьбы то есть вот многие турки так поступают бесконечное уважение со стороны турок к родителям то есть мне кажется что сердце оттает я советую вам выбрать свою жизнь потому что родители свое уже прожили а вам нужно свое выбирать но естественно вы принимаете решение я не вижу что у вас супер-пупер быстро все идет у нас с мужем примерно так было но после знакомства еще после всего этого мы еще год жили онлайн пока я заканчивал свои все дела так что вот эти ваши ожидания по три месяца это ничего страшного это немножко проверка на прочность отношений ну относитесь к этому только так я думаю что я на все ваши вопросы уже по ходу текста ответила от всей души вам здоровья счастья с этим молодым человеком поженитесь ребята будьте счастливы нарожайте много деток и непременно напишите мне как чтобы поженились у вас все хорошо а на этом все всем большой любви и счастья непременно находите своих половинок мирного неба вам всем над головой не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик для уведомления на новые интересные видео ставьте пальчики вверх мне всегда приятно когда вы проставляете лайки и пока пока увидимся на других видео и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всех приветствую на канале турецкие байки это видео мне невероятно приятно писать потому что весточка от давнего анонима когда же вы мне писали 23 октября вы мне писали но тогда я вам посоветовала выбрать свою жизнь потому что родители родителями они всегда думают что лучше а получается по разному и тогда еще подписчики нас поддержали всех вы выбрали свою жизнь вы тогда и удивлялись так бывает ли что вот так вот резко и сразу хороший парень и все сразу есть и старается вы переживали сможете ли соответствовать его уровню готовить там как его мама и так далее тогда я думаю что я ответила на все эти вопросы вы должны были к нему поехать насколько я помню и очень боялись как это вообще будет готов ли он быть с вами тогда я вас настроила на очень хороший лад и как сказать я очень надеюсь что у вас все получится итак вчера вечером 8 вечера вы мне прислали продолжение я его зачитаю и я хочу чтобы подписчики порадовались за вас вместе со мной я безумно счастлива за вас это так прекрасно что новая жизнь новая любовь начинается и все у вас должно получиться так здравствуйте олечка решила написать вам небольшую весточку продолжение и поблагодарить вас и подписчиков прошлый раз когда я вам написала у меня были некоторые сомнения но поддержка людей мне помогла первый раз написала вам что мы с молодым человеком должны были встретиться в январе и до этого каждый день болтали и встретились я летала к нему на две недели мы успели пожить и у него и в его городе и к родителям в анкару съездили и в стамбуле немножко погуляли родители и родственники приятные люди бабушка с дедушкой вообще мне все понравились и я им всем вроде тоже понятно что при первой встрече люди хотят казаться лучше чем есть на самом деле но у меня правда тепло приняли и вкусно накормили его мама часто обнимала и папа тоже хорошо отнесся но я вам уже писала собственно в письме немножечко все-таки с осторожностью со свекровью сразу все карты не открывайте но будем надеяться что и со свекровью вам повезло есть здесь в турции замечательные свекрови правда принимают как дочку пусть же ваша свекровь будет мудрой и не просто как сказать не потеряет сына но и обретет новую дочь еще хотела сказать что в первые два дня ну в городе вашего жениха меня насторожили или даже расстроили так как после моего города казалось все каким-то слишком ярким и не стильным теперь смешно об этом писать ну да когда некоторые сюда приезжают знаете в турцию кажется что вроде как варвары или слишком как по деревенский мой дом с моими салфеточками многие говорят да фу да бедом что такое а потом как-то я заражаю людей этим всем честно я уже не первого человека заразила вот этой вот турецкой культурой и действительно вот эта вот радость какая-то вот этого всего яркого даже не стильного здесь есть свой собственный стиль и так теперь смешно говорить и писать об этом я влюбилась в эту прекрасную страну людей вывески магазины природу еду в общем хочется сбежать из моего города и перевести отношения на расстояние в просто отношения я душевом желаю чтобы именно вы влюбились как я люблю эту страну безумно люблю но только в еду не надо влюбляться реально я приехала сюда гораздо тоньше честно а то поправить еда здесь замечательно так молодой человек меня очень ждет я закрою какие-то дела разберусь что делать с вещами со своей квартиры до до мая планируем перевести меня ведь в мае байрам остальным родственникам хочется посмотреть на меня а мне себя показать его зарплата я озвучивать не буду я вам по секрету скажу что его зарплата такая же как у моего мужа и вы пишете что нам этого хватит поверьте хватит хватит вам может быть не самый там шик там что-то но как сказать страдать не будете и для турции это отличная зарплата еще вы пишете что планируете что вы будете учить турецкий первый год желательно чтобы учебное заведение выдало визу так как перед свадьбой нужно пожить вместе около года то есть вы не планируете сразу вот замуж ну хотя мне кажется что у вас бы получилось и сразу я здесь вот не вижу я еще тогда видела что у вас все будет хорошо и сейчас мне кажется но если вы так планируете то тоже хорошо планируете сначала просто пожить можно сделать туристический экомет но правда ваш город не туристический с этим могут быть проблемы или вот ученические да действительно но если нет ребята вы такие хорошие вы мне фото прислали если что расписывайтесь я это мужу вчера рассказывала про вас он говорил если где-то поближе поедем на свадьбу типа пусть приглашает но вы далековато от нас так что не поедем извиняемся так бы приехали этот самый что еще хотела сказать мой муж еще что сказал если бы он слушал своих родственников ну по типу я говорила ему что ваша мама против если бы он слушал своих вот как оказалось маму там дядю то он никогда бы на мне не женился и не стал бы счастливым не переехал бы сюда в кушадосы не было бы у него нашей машеньки и так далее поэтому иногда где-то нужно вот так вот рискнуть я с ним согласна именно поэтому тогда и я вам посоветовала что выбирать свою жизнь так потом когда у меня будет набор языков турецкий английский русский будем искать работу для меня ну насколько я помню вы хорошо турецкие до этого неплохо знали если что осваиваете профессию переводчика тоже неплохо идет так еще был вопрос с мамой да 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 постепенно говорите привыкает сейчас видимся два раза в год просто теперь буду жить чуть дальше привыкнет и насколько я помню ваш турецкий человек сказал что если что маму перевезете к вам туда привыкнет она ей нужно время она поймет что человек-то замечательный и будет видеть что дочь счастлива все будет хорошо а турецкие взять я не такие ручку-то поцелует обнимет и все как сказать мама расцветет все будет у вас хорошо так и понимаю что в первую очередь мне важно мое счастье и решение о своей жизни принимаю я прошу прощения за длинное письмо еще раз спасибо прикрепляю ва наши фото не длинное письмо очень счастлива за вас ребятки какие вы умнички вы такие красивые счастливые на фото пусть у вас все получится ребята правда правда я безумно безумно счастлива за вас отдельно говорю подписчикам хорошие истории есть вот например данная история они обычно не озвучиваются но если честно даже первое ваше письмо если вы не озвучили но вот не написали мне вот такие вот хорошие истории они обычно улетают и просто вот люди женятся переезжают и у них все хорошо незачем их в основном озвучивать я очень рада что все-таки мы ее озвучили пусть люди знают хорошие истории есть я очень рада как у вас все получается прямо так и должно быть будьте счастливы на этом все друзья мои пожелайте удачи молодым и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал пока пока